Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые любители футбола. Говорит и показывает Пермь. 21 августа 2020 года. Чемпионат России по футболу среди женских команд Суперлиги. Пермская женская футбольная команда «Звезда 2005» на своем стадионе принимает московский локомотив. Элина Самойлова номер 11, Алина Мехкова номер 28, Марина Федорова номер 18. С Хорошевой, Хорошева проходит на Акимову налево, есть возможность прострелить, прострел. А пространство футболисткам «Звезды» нужно. Вот один навес в середину, 18 номер прекрасная была подача. «Звезда» сейчас в атаке, Илья Нех по правому флангу, прострел, но некому было замкнуть его. А вот навес у Алины не получился. Еще одна попытка навеса. Ох, как опасно сейчас. Забивают футболистки московского клуба, но то, что есть кому сыграть там. Ох, какой! Я уже почти гол, слово крикнул. У нее на ноль. Акимова издалека можно ударить, не получился удар, но мяч сорвался с ноги сейчас у защитницы. Локомотива, ох, наверное, взялись за сердце сейчас поклонники команды железнодорожников. Бериндеева там активно со стороны «Звезды» пытается обороняться. О, хорошая какая передача! Удар! Моментом в исполнении Локомотива, да вообще за всю сегодняшнюю игру, пока к 30-й минуте, к исходу 33-й минуты. Но Локомотив продолжает. Еще один прострел. Удар и гол! Вот это комбинация! В три паса, пол поля. Ничего вроде бы не предвещало беды, ничего. Прострелы аккуратно, даже элегантно сейчас сыграло, если не ошибаюсь, 11-й номер, Элина Самойлова. Тащит мяч. Ильяных подключается, можно бить по Воробьям. Хороший удар, может она отсюда и ворота поразить. Сбег. Навешивает на дальнюю штангу, но ни удара, ни навеса не получилось. Мимо. Хорошая передача сейчас через глубину. Прострел! Зварич! И футболистки Краснодара смогли воспользоваться этой неразберихой. Удар по воротам издалека, на Лекаровкина, выше ворот. 1-0. Напомню, 1-0. Локомотив выигрывает в гостях. У пермского футбольного клуба «Звезда-2005». 33-я минута. Нелли Коровкина. 4-й против 1-го. При этом один из них закончился взятием ворот, который сегодня защищает Ирина Зварич. И Олеся Курочкина номер 7. Олеся капитан команды. Тренирует которую. Шейна очень активная по первому тайму. И вот Коровкину снова выводят. 1-1. Удар! Сильно получился. Сильный удар получился у Нелли. Наверное, пыталась она перебросить вышедшую далеко из створки. И Купова. Коровкина на правый фланг. Одну оставили здесь футболистку «Звезды». Локомотива в «Защитнице-Звезды». Смогла Марина Федорова не просто развернуться, а еще и прицелиться. Но, видимо, чуть сбился прицел как раз в момент удара. Рядом со штангой мяч прошел. Мин ворот в чемпионате Польши. Родом из Луганска, кстати. Аргопольцева развернулась в центр. Дальше Акимова. Пришла в центр поля поддержать своих. На Курочкину! Пенальти. Закрыла корпусом Олеся Курочкина этот мяч. Ничего не оставалось, как хвалить на ней защитницы Локомотива. Удар и гол. 1-1. 1-1. И вот она интрига, опыт Олеси Курочкина. И ничего больше в этом эпизоде, я думаю, не сыграла. На пользу Звезды. Очень грамотно, понимая, что мяч встречает спиной к воротам. Прикрыла его корпусом. Выставила ногу. Это восьмой. Одна из последних. Атак Локомотива сейчас. Зварич Дарякова ходит из ворот. Сегодня удастся. Все. Финальный свисток дает Надежда Горинова. 1-1. Смогла Звезда уйти от поражения в сегодняшнем поединке. Благодаря усилиям нападения и пенальти, реализованным.